24 апреля у мусульман начнется священный месяц Рамадан. Он продлится до 23 мая. На смену периода воздержания придет богатый и радостный ураза Байрам. В этом году условия строгой самоизоляции внесли коррективы к проведению религиозных обрядов. Пасхальная служба у православных прошла во всем мире без прихожан. Накануне месяца Рамадан внесены коррективы и для служителей мусульманских организаций. Травих намаз, который совершается, как правило, коллективно в мечетях, читаться в этом году будет только в семейном кругу. У мусульман также есть древние обычаи собираться за общим столом для разговения. В этом году из-за угрозы коронавируса разговение можно проводить также только в узком семейном кругу. Этот месяц – месяц милосердия, поэтому в связи с этим мы объявляем сборы, сборы помощи для нуждающихся. В прошлых годах мы собирали, помощи для проведения ифтаров, разговения, но так как в этом году это не получается в связи с эпидемией, мы объявляем в виде сбора помощи и денег и в виде продукта питания. Также будет закупляться продукт питания и будет раздаваться нуждающимся. Также месяц Рамазан – это месяц неспосылания священного книга Корана, поэтому так же, как и в других годах, мы будем читать Коран в микрофон, это будет слышно на улице, но в этом году есть отличие. Те люди, которые захотели бы послушать внутри мечети, они не будут слушать, они будут читать в домах. Было принято решение чтения священной книги Коран, проводить микрофон, чтобы верующие могли услышать его на улицах города. Ну и, конечно же, всех призывает совершать в этот священный месяц как можно больше добрых дел. Уважаемые мусульмане, уважаемые гости, заинцы, всех вас поздравляю с наступающим месяцем Рамадан. Месяц Рамазан – это месяц благих дел, поэтому давайте вместе со всеми семьями, с нашими детьми углубляться, читать Кораны, молиться, спрашивать у Всевышнего Аллаха, чтобы достойно пройти испытания, которые сейчас нас настиг. К большому сожалению, в этих месяцах, священных месяцах, мы не можем участвовать в коллективных молитвах, но для нас есть возможность это совершить в домах. Мы можем, каждый из нас может создать коллектив Джамаат вместе с семьями, с детьми.